Добрый день, дорогие друзья! И снова мы в садовом центре Дарвина. Тут при входе стоят розы, но мы пройдем мимо. Про них я уже рассказывала. Они здесь представлены в больших контейнерах и в пакетах. Идем дальше. Тут выставлены кустарники ягодные в большом ассортименте производства темирязевского питомника и агрофирмы «Поиск». Крыжовник, смородина, малина, ежевика, ежемалина. Но меня в данный момент больше интересует посадочный материал цветов. Так. Вот я увидела клематисы. Давайте посмотрим. Здесь такой большой стенд. Клематисы все в таких небольших контейнерах. Они из темирязевского питомника. Давайте посмотрим сорта. Да. Блюк, Катерион, вторая группа обрезки слабая. Но не очень я эту люблю, обрезку второй группы, потому что надо плети метр осенью оставлять, укладывать на землю, каким-то образом их сохранять, чтобы они не вымерзли. Тогда они по весне будут цвести на хроме цветами. Следующий. Дюшес оф Албани. Третья группа обрезки сильная. Вот это совсем малоуходный вариант. Эрнест Маркхам. Третья группа обрезки. Полония Реститута. Тут не совсем понятно, какой группы они обрезки. Вот так все здесь описано. Оставляю 80-90 см, а значит вторую группу обрезки. Теперь с этого бока еще картинки посмотрим. Пиилу Клематис, вторая слабая группа обрезки. То же самое надо сохранять плети, чтобы он цвел махровыми цветами. Иначе они отрастут и на побегах этого года будет цвести простыми цветами. У меня он есть, он у меня всегда цветет простыми цветами, потому что я не могу сохранить плети. Клематис Хакокан. Вторая группа обрезки. Инспирейшн Зоин. Третья группа обрезки. Вот форма цветка такая. Четыре этих не очень, когда более наполненный. Шесть лепестков. Тогда красиво смотрится. Давайте теперь посмотрим сорта и цены. Блю Катильон 749. Это те же самые. 549. Дюшес оф Албани 649. Эрнест Марк Хамм 449. Это всё он, он, он. Это весь... Вся колка он. Полония Реститута 599. Это всё она пошла. Инспирейшн Зоин. Хау Хакокан. Ну, не могу сказать, что здесь большой выбор. Но вот пока так. Ой, тут же ещё огромные несколько стендов с клематисами. Так, давайте посмотрим сорта. Ян Сабески. Королева Едвига. Королева Бона. Мультиблю. Май Дарлинг. Ежи Попелушко. Пинк Шампейн. Клематис Манджурский. У меня он есть. А я внизу под описанием обязательно дам ссылочку. Как он красиво смотрится в жизни. Просто как белоснежное облако. Май Бьюти. И тут вот написано вверху, какая обрезка. Надо обязательно на это обращать внимание. На Сент-Гланс. Криспина. Мажуры. Там какая-то картиночка ещё лежит. Вайлдфаер. Тирис Лунд. Токи. Исаго. Мария Качинская. Инносент Бланш. Ред Стар. Ну, картинки вот я показала. На каждом останавливаться и смотреть цену. И всё прочее это не имеет никакого смысла. Значит, цена от 749 рублей. Самый дорогой. И самый дешёвый, как я поняла, 499 рублей. Самый дешёвый 449 рублей. В общем, выбор климатисов колоссальный. Я просто зашла не с того боку. Зашла с тыла и увидела там всего один стенд. Думаю, чего-то так мало. Оказывается, очень большой выбор. Стоит приехать, посмотреть. Ой, тут ещё целый огромный стенд с виноградом. Это саженцы агрофирмы Поиск. Они выращены в Подмосковье. Выбор огромный здесь. До этого места я раньше не доходила. Вот тут выставлена керамика в большом ассортименте. Здесь мы можем присесть отдохнуть. Так, ну, цветы все луковичные я уже снимала. На них останавливаться не имеет смысла. А тут ещё теперь представлены посадочный материал картофеля и луков. Всевозможных лук-сирок. Всё, до свидания, дорогие друзья.